Вечером в среду на сайте голос.вей появилась достаточно жесткая статья относительно руководителя первичной просоюзной организации Чернобыльской АЭС Максима Орлови о том, что он задержан на взятке. Сегодня мы утром пообщались с ним по телефону, а вечером взяли интервью. Как комментировать? Ложь, фейк, информационная атака, по сути, по-другому не назовешь. Там ни слова правды нет, смысла искать нечего, за исключением того, что пытаются нанести урон репутации. О целях надо уже думать, потому что целей, безусловно, достаточное количество есть. Это следствие нашей позиции, моей позиции личной по отношению к реформам, те, которые в зоне отчуждения начаты, по отношению к тем реформам, которые на станции начаты, по отношению к руководителям, которые назначаются с нарушением процедуры, правил. Одним словом, это встречная атака, как реакция на ту позицию, которую я проявляю. С точки зрения, это источник на территории 30-километровой зоны, так условно называют? Или человек, который заказал это? Нет, я думаю, что это не здесь, я думаю, что это все-таки где-то из Киева. Где-то там, да. Это гораздо выше. Потому что я понимаю, что мы сегодня пытаемся влиять на процессы ценой миллиарды гривен, если не долларов. Да, да, да. И судя по массовости и массированности этой атаки, я думаю, что это не последний инцидент. Будем ожидать и развития других каких-то проявлений, потому что, скорее всего, это не закончится. Скоро это не закончится. Понятно. Ну, я могу только вам соболезновать, потому что такие вещи слушать о себе неприятно, особенно родственникам, друзьям и так далее. Много приходится что-то объяснять, хотя порой объяснять ничего не надо. На самом деле, это достаточно серьезный информационный такой повод, когда обо мне многие в стране узнают. Есть люди умные, которые разбираются в ситуации, есть люди, которые ведутся на любые проявления лжи и готовностью это ретранслируют. Я думаю, что большинство людей понимают и оценят все так, как и есть. Может быть, я даже немного благодарен тому, что именно таким образом это все происходит не из-под тяжка, а выносится в средства массовой дезинформации данной ситуации. И я получаю, и станция, и площадка получают определенный пиар. Конечно, он не совсем позитивный, но если работать с этой информацией правильно, то, я думаю, мы можем получить и положительный результат.